я хочу жить были мало да здорово кто евген же да 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 я не я не знаю как ты нахуй личном кабинете говоришь подожди я тебя я тебя открываю джижку вот мой профиль на стрим могу вывести ну ну если тебе желтую монетку смотри давай сделаем вот как ты выходишь из этого кабинета при нас регистрируешь новый кидаешь деньги попробуешь окупиться все же просто сейчас буду на стриме сидеть ты можешь открыть стрим тик таков принципе зачем не стрим чувак но мы же знаем все как работают кейсы для чего они существуют мы же прекрасно это понимаешь для чего существуют кейсы в игре ну и что чем тут игра мы сейчас говорим за сторонний сервис который к игре не имеет отношения существует 10-15 лет так и что это не значит что они низком если они с учетом подожди у нас компрект осуществляется количеством когда ты выиграл что-то и тебе этого не вывели как минимум подопределение скама подопределение скама попадает не только что тебе денег не дали вывести а допустим ты кинул тысячу а вы его предмет за 500 и потерял смысл подожди 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 да я скажу я также в игре могу закинуть а при чем здесь игра сейчас а при чем тут кейсы блядь если ты говоришь то что ты можешь на сайтах с кейсами закинуть бабки что такое эмоциональный господи ты говоришь не послушай ты сравниваешь типа я тебе привожу тот же пример с игрой аналогичный ты можешь закинуть также в игру бабки на чем тут игра мы говорим про сайт с кейсами причем тут игра как этот сайт с кейсами по какой игре блять какая разница по какой он игре ты услышишь меня это это сайт который не имеет отношения к игре он зарегистрировал на человека который живет в в деревне который держит бизнес в днр джи стендов за это не это нет ни джи джи стендов я ошибся в лондоне в лондоне джи стендов в лондоне подожди так подожди мы сейчас игру с тобой не обсуждаем мы обсуждаем кейсы которые я тебе говорю если не осмотри если я договорю тебе просто потому что ну просто я скажу тебе то что кейсов и казино в смысле другое и там и там есть вероятность проигрыша и выигрыша по факту но это вообще подожди 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 а чем отличается козик от кейса под подожди объясни мне я не понимаю а чем отличается внутриигровые кейсы погоди что ты да привязался к игре опять отвечаю чем отличается стендов держат люди из казани разработчики игры студии аксельборд правильно сайт который крутит кейсы по этой игре держит вася пупкин хуюбкин из лондона которая игре никакого отношения не имеет который наваривается на прибыли разработчиков ты видел как вывод в твоей джижишке работает в принципе смотри 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 ты в на сайте если что-то выбишь ты можешь как минимум продать и вы подожди и что это значит разике ты крутишь и ну ты можешь там выиграть и тоже бы хотели хорошо брат ты говорил про 15 процент в личном кабинете по моему промокоду я тебе говорю что плату мне не пройдет нет я говорю тебе про то что у тебя либо так либо так фиксированная фиксированный прайс есть за интеграцию есть процент прибыли у тебя фиксированный прайс я так понимаю ты в своих роликах абсолютно подожди абсолютно абсолютно в кроме full drop хорошо абсолютно в каждом твоем ролике какой ролик не тыкни мы увидим что ты кладешь тысячу две рублей а выводишь 1015 правильно это удача а это удача нихуясь у тебя удача 100 из 100 братан давай сейчас сделаем и подожди 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 так подожди так слушай мое предложение ты мне сейчас говоришь что 23 пытаешься объяснить что сайт с кейсами это плохо это не значит что это на своем канале решу что хорошо что нет аудитории если бы нельзя мы тебя нет послушай если бы аудитории не нравились сайты с кейсами их бы никто не пиарил блять потому что это приносит миллионы рублей прибыли поэтому это пиарит что значит аудитории нравится что значит аудитории нравится аудитории нравится кейсами твой аудитории услышь меня твой аудитории нравится не сайт с кейсами твой аудитории нравится потому что они 80 лет 8-10 летний школьник 8-10 летний школьники это убрано жди подожди хорошо у тебя 8-12 летние школьники которые имеют в карманных деньгах 200 300 рублей у них подписках на ю тубе есть такие типы как navi тренер тик-так лёва все в этом кто там у вас и в душе не ебу эти люди по поводу при помощи вот этих прокачек дают бесплатную голду делают розыгрыши правильно твоей аудитории и маленьких малолетних детишек которые еще жизни не видали верят зубных фей и в дедов морозов им интересно тебя в первую очередь прокачка твоя то халява они твои кейс халява ну сайты эти с кейсами дают халяву ребятам они дают промокоды типа на халявную голду промокоды на какие-то скины и так далее причем тут сайт с кейсами конечно так потому что сайт с кейсами дает эти промокоды дает тебе не твоим подписчикам подписчикам вот промокод на голду я захожу на сайт блять бажу этот промокод на голду и что ну голду он получит депозит выполнение дипа дожди будет играть где в кейсах твоих нет вот блять сайт стендов кс файл стендов файл та же самая хуйня это науки дает тысячу рублей от тебя не дает промокод 30 процентов пополнения я сейчас смотрю нет послушать чел вводит промокод за подписку в телеграме и так далее он получает тоже халявную там херню пишет тут промокод блять получает одну голду на баланс из этой одной голдой он может пойти блять в магазине он что-нибудь себе купить развивает в людях удоманию поэтому это плохо где неправ ну блять у каждого тогда есть свой мозг нахуй он сам отвечает за то что он делает были типа а ты к этому непричастен что нет блять типа за каждого ребенка отвечать его родитель который не причем а ты не причем который показал что у него позицию подожди почему эта позиция хуйня чувак а какая позиция идеальная не рекламирует идеальная рекламирует если если бы не реально если бы была монетка на ю тубе то я бы ну типа не рекламе локи потом 6 монетки утал бы нормально но так как мне надо так как мне надо каналы свой развивать деньги на жизнь хорошо хорошо вот вопрос а по что тебе мешает другой контент снимать не рулетки смысле не рулетки блять но только стрендов и одни рулетки блять у нас нет рулетки это только во время того когда ты снимаешь прокачку блять так у тебя дни прокачки на канале с меня не потому что у меня купили дохуя прокачек наверно купим кто подожди кто купил подписчики твои нет блять сайт с кейсами да и надо прокачать чела ну да и ты рандомным образом выбираешь подписчика который прокачать мне аксель болжеком не пришли такие так бро на тебе денег иди прокачать чела да ну а что тебе мешает а что тебе мешает в прямом эфире ты сейчас только что сказал на 2000 онлайн что ты дохуя у нас удачливый 100 и 100 вот такое нет я сказал то что нет смысле я такой ну да я сказал то что нет ты сказал не вывел не сказал я сказарь от вывел 10 тысяч я сказал но это удача я не сказал я сказал что абсолютно каждый твой ролик это ты кидаешь тысячу 2 а выводишь 1520 10 то есть 10 а но это удача абсолютно в каждом ролике 200 роликов сделать я удача а кто тебе мешает сейчас прям в прямом эфире сделать показать нам свою удачу закину 10 тысяч и умножить и надеюсь что ты хочешь если ты хочешь можешь закинуть поиграть на сайте а я неудачливый чувак а я неудачливый я блять не знаю твою ауру прости пожалуйста блять чувак ты сам себя слышишь что ты несешь нет ну ты блять не что сидишь с 10 тысяч закидывать играть на сайт да да посмотреть на сравнение того как доказать доказать мне что это не скам открой стрим тик так а и по какой нахуй тик так у тебя тик так находится также партнерки джиджи дропа какой партнерки джиджи дропа он работает с буллдропом блять бутерб это то же самое блять тоже кейсы нет это другой сайт другой сайт на кейсы те же и что блять сайт то тоже с кейсами у него все ходит тоже иди посмотри как он блять проверял и в стендов и открывал и в игре блять услышь меня нет суши ты говоришь не тик так у которой подожди я тебе еще раз 2023 реклама кейсов всем поебать дальше ну есть и не поймать иди в село выйди крикни не рекламируйте кейсов всем похуй что те не поебать я хочу жить блять слушай подожди я тебя там один вопрос как ты думаешь если я сейчас вот смотри два я начну издалека реклама онлайн казино угол наказу нет подожди если это опять блять про кейсы то не надо пожалуй ты говоришь если мне не поебать сделаю это вот смотри что я могу сделать одобришь ты это или нет смотри а кейсы абсолютно все будь то стендов у браво старс кэс да вообще что угодно это попадает под статью онлайн казино потому что там есть фактор удачи и большая вероятность слива ты кидаешь тысячу выводишь 500 ты сказал что это все норм это заебись так вот в нашей стране в российской федерации где ты живешь и деятельность под видео со мной разговариваешь бро они не это я не под видео подожди а что ты а ты понял чего я клоню просто кейсы всегда существует подожди подожди их никто до сих пор не закрыл если подожди блять подая вопрос что ты мне не дошло просто задать смотри это попадает под уголовную статью что будет если я сейчас знаю твои данные зная что ты рекламируешь как ты рекламируешь знаю что компания на которую ты работаешь не платит налоги в российской федерации зарегистрирована она была до 2022 года на территории украины а потом переехала в лондон когда началась всеми нами известная ситуация если я сейчас пойду банально к екатерине мизулина и покажу что вот есть такой у нас на витренер который рисками маленьких детишек 12-летних это не мой сайт смысле подожди ты рекламщик ты распространяешь таки что если что ну я и что я также снимаю игру бля в которой есть кейсы подожди не за что ты сразу на игру переключаешься и сейчас говорим мы сейчас тобой говорим за сайт пример человека которого посадили в тюрьму за то что он рекламировал сайт с кейсами ну подожди если этого еще не произошло не знать что завтра этого не случится сейчас акции зашло мне от смотри я знаю то что сейчас активно челов ебут за то что они рекламе от казино но вот и ребенку как бы прислуживать казино с детства это да потому что там блять это этим и занимаешься смысле казино это ему смысле кейс равно казино оттуда не выведет себе ничего в реальную жизнь чего ты взял ну как казино нельзя вывести паспорт как минимум ему нужен паспорт как минимум и во вторых я не мешает точно также паспорт родители как он пиздит деньги донате я один раз сыграл в козик один раз и у меня была такая хуйня с депозитом мои бабки которые кинул они перешли в депозит то есть я их не мог слушай смотри в казино я закинул да там два косаря усом просто по приколу эти бабки у меня ушли в бонусный депозит и я пишу в поддержку я не хочу отыгрывать депозит можно не вернуть бабки они пишут нет этот валик полностью ничего не получаю и все мои бабки просто ушли на ветер в случае сайтом ты кидаешь 1000 выводишь 500 и сказал что это низком и заебись с сайтом с кейсами могу получить скины которые могу вывести и мне не напишут блядь блядь проблема услышь в чем проблема ты мне сейчас на серьезный щах говоришь что тема когда ты кидаешь тыщу а выводишь меньше чем ты завел это нормально у меня в коментах челы пишут они блять со 100 рублей блять подняли ножи блять и что это 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 исключение из правил вероятность проигрыша подожди вероятность проигрыша в этих сервисах она гораздо выше в сотни раз выше чем вероятность выигрыша как ты это понять не можешь если 23 человека вывели я прекрасно понимаю я прекрасно понимаю лох не мамонт не вымрет но это не значит что любит кейсы это не стал дитория стендов и любит кейсы 1 тренер любит кейсы который за счет этих кейсов живет а потом когда ему чуть-чуть наступают разгады на яйца он начинает ныть на многомиллионную аудиторию говорить подожди я видел только твой ролик где ты рекомендации мои комментарии посмотри мои комментарии сколько там комментарии это просто тебе подсосали открой комменты ютуберов нет у нас есть беседа в ютубе где мы собирались все вместе записать ролики мы все же собирался знаешь мне похуй хотели снять я сужу по ролику который было беседают и сейчас она есть была беседа ютуберов по поводу ситуации с кейсами мы там обсуждали это и я на эмоциях снял этот ролик он залетел эмоциях нам всем знаком этот мем на эмоциях я тоже как-то раз на эмоциях хочу сделать и разрабы сказали такие окей вы можете пиарить сайты с кейсами но мы их со временем заблокируем и тогда если вы захотите вы можете перенести перейти к сотрудничеству с нами все сайтами со временем могут заблокировать и все что это значит что если подожди ты знаешь как судишь если их не заблокировали до сих пор значит это заебись так если у нас сейчас вдруг амнистия будет на убийство и разрешат убивать это значит что заебись пойти юбру с чего ты взял что какой-нибудь школьник ребята нахуй если это хуйня не знаю можешь выйти на улицу об этом сказать сейчас и сейчас говоришь что аудитория просто не понимает потому что аудитория стендов а понимаешь сайте с кейсами выдают лучше чем блять сам стендов на хуй в игре блять и они окупаются эти сайты делают розыгрыши для них блять они дают им промокоды на халявные кейсы блять они дают им просто голду блять которые они могут попытаться я понимаю что у тебя в контракте прописано продавать нам сайт из кейса я прекрасно понимаю я прекрасно то что есть у меня нет ни с кем контракт ни с кем да что ты мне пиздишь а что же если у тебя нет контракта ты так такую бучу навел стендов и бедному несчастному запретили рекламе трулеточки если у тебя нет контракта что же ты так завелся ты из-за этого потому что аксель и давить на горло всем давить на гор пока мы всем пример да я видел если бля бро я тебе могу показать беседу с ютубером блять с ютуберами я с тобой раз я с тобой разговаривал я обсуждали сидели обсуждали эту хуйню когда мы знаешь чем твоя проблема ты прикрываешься стараешься прикрыться я тебе говорю вот это вот конкретно ты прикрываешься ты сразу перекидываешь на игру на велю на других ютуберов ты за себя отвечай ну какая мне нахуй разница кто-то как дрочит мы разговариваем с тобой такую же как увели и у них снимать контент нахуй я должен отказываться от рекламы кейсов и остальные когда мне аксель болт не дает ни голды не денег нихуя а почему не должны тебя давать это твой канал потому что я поднял свой канал на этой игре и остальные ютуберы подняли канал на этой игре благодаря этому это мне сказать пожалуйста я просто хочу один момент подменить и ты мне сейчас забрала код автора у всех ютуберов что случилось с игрой в арт-фейс тут фортнайт за ебиси граф у него очень большой там онлайн какая разница как там на твиче онлайн ты меришь успех об успехе игры по поводу твича ты в курсе что фортнайт это это ангелы движок они создали фортнайт это сейчас взяты и будущее стоит игрового вообще какое будущее и будущее умерло два года назад за счет сколько у тебя часов урбайте еблан блин нахуя меня дурак да я тебе сейчас я играю с 2019 года у меня 6 ты уже играю с первого сезона у меня пять к часов я не играю и слушай меня и услышь меня фортнайт если ты углубишься в эту историю мы плавно перешли к фортнайту но поводу фортнайта за счет того что маленькие школьники донатят фортнайте игра процветает создали движок unreal engine 5 какая мне разобрать зачем мне снимать фортнайт чтобы обсуждать фортнайт и дурак блять что ли и слушай давай мы все-таки вопрос не просто вопрос ты снимал фортнайт я так что это вообще решает в смысле снимали допустим снимал и что а ты там боролся с сайтами которые продавали аккаунты блять чувак короче послушай меня услышь если честно вот мне даже как-то стыдно с тобой сейчас общаться на уровень какого-то 10-летнего школьника опустился буду сейчас несешь я сейчас говоришь за конкретную ситуацию в аудиторию который ты вообще не относишься услышь меня пожалуйста вот так трудно общаться услышь меня пожалуйста вот я тебе один раз позже он общаться потому что ты пытаешься доказать что сайте с кейсами я тебе сейчас не даю сейчас просто все что я сделаю сейчас делаю это пытаюсь тебе лишь просто от тебя добиться какого-то внятного ответа а ты ходишь вокруг долл перекидываешь на фортнайт не подожди перекидываешь на фортнайт на велю на стендов на другое на другое на другое причем тут все это у меня есть конкретным тебе вопрос почему ты на него ответить не можешь я тебе предложил решение как нам доказать что ты прав в этой ситуации ты не можешь ты не открывать зачем мне открывать стрим точно такого же ютубера который лутает миллионы сайтов с кейсами и не завидно просто я говорю это в пример я тебе лишь пытаюсь доказать показать то твой пример нерентабелен он абсолютно ничего не докажет нам потому что у тиктака точно так как и у тебя повышен процент выигрыша на этих сайтах сделано это для того а дожди опять ты меня хорошо у тебя супер крутая удача мы это поняли но блин тогда что тебе мешает доказать нам это ты стремишься то я тебе я тебе над задавать я тебе заданать лень тебе ты вот за что время уже десять раз мог нам доказать что ты прав и твой сайт никого не наебывай слушай посуды если будешь донатить 10 главное по моему промокоду чтобы я получил процентов и давайте а вот ебать ты сейчас прокололся мне кажется ты все-таки немного нет 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 если бы я получал процент я бы даже не пошел сюда разговаривать нет чувак ты сейчас просто мне пытаешься ты уходишь от темы разговора на самом деле 2023 так и что и что училу из кейса скажи что сайты с кейсами хуйня почему валв не банят были сайты с кейсами они банили раньше и ты сейчас сравниваешь жопу с пальцем ты реально сравниваешь с кейс со стендов по договору который от по договору который ты пять дней назад расторг можно такое говорить не вот интересно я не подписывал уверенность сейчас пропал что ты подписывал и скину переписку из вашего чата я его расторг 4 месяца назад я был ну как расторг мне сказать слишком дохуя нарушаю врешь а если я сейчас я сейчас профану что ты за день до своего видоса это сделал таки сейчас профу и ты создаешь кабинет кидаешь деньги профани профани подожди если я сейчас я просто это это нормально абсолютно эти часки ну просто сообщение человека смотри это хороший это хороший твой знакомый на неважно как его зовут он просил я в дискорде прямо сейчас кин да я это видосе своем светил последним если че смотри просто чувак ты мне если бы я был бы подписан студии то мне два моих последних ролика так если ты не подписан почему ты контракт нам показать не можешь я я бы тебе его показал а так еще не может те же ничего не угрожает подожди ты замашь подожди замашь все не слышишь меня я понял не что я понял на стрим это не выводит очок где он говорит что подписал контракт блять течение слепой он тебе он пишет что ты за день до выкладки своего ролика контракта расторг и этому человеку можно верить в чекте комик под видео оставил нет нет я не расторгал он может написал про человека волна у которой у них нами называется на букву е потому что он расторг а я герос который герос который потом сказал что будет стримить рулетки я знаю про это тоже мне тоже про это рассказали люсик здорово просто чувак ты вот блять я знаешь ты у тебя есть такая крутая возможность отбелить собственную репутацию и ты сейчас эту возможность просто проебываешь и вроде договоров блять да даже банально договор ты и студию засираешь просто пиздец как и говорю что нам договор конский так покажи мне этот договор я его не видел чтоб я тебе поверил покажи мне его тем более тебе ничего не угрожает замашь просто данный тур мне нельзя видеть я не знаю сделай просто скриншот моментов где там штрафы ваши прописаны чтоб я тебе поверил но я тебе сейчас не верю я лишь вижу что ты маленький скамер который дорвался блять очень рано до больших денег ты маленький скамер по факту я служу по твоему интеллекту потому что я видел в роликах как ты себя вел я служу по нашему сейчас разговору ты сейчас общаешься просто как я не знаю какой-то истеричный шизой если честно я с тобой абсолютно спокойно нормально говорю ты меня перебиваешь голос повышаешь бесишься ну что это за ты как обезьяна себя ведет какие специальные с тобой абсолютно нормально адекватно разговариваю нормально нет блять ты меня перебил я тебя в ответ перебивал баш на башку привет такой ответ ты мой разоблачение смотрел я там по поводу кисов да ты чё именно поэтому ты вчера у азама спрашивал что за видос будет а меня азам просто так сливаешься просто вот ты вот знаешь я как только ловит на чем ты сразу стимы перескакивает не в смысле мы с мы вчера ехали с азамом покупать ему тачку и он такой это долбоебу себя в телеге записывать да да если сейчас аудио на стриме включил и объем не говорит азам не с голосом записал блять что а он там спрашивает что за видос готовишь ну чувак ну что ты ты сейчас друга со подставляешь насчет чего где говорю как есть это душная живота пиздец чувак я ваху из тебя вот серьезно почему ты не я вот просто давать ты еще сказал такой момент вот я ты меня просто перебил я мысль не договорил ты сказал я сказал почему тебе обязаны стендов аксель боль там что-то платить ты ничего ответил потому что я поднял канал по этой игре все поэтому подожди поэтому что ты за счет игры поднял канал тебе чем-то обязаны правильно ну если они ничем не обязаны давай да подожди давай мы определимся в итоге поднял и свой канал по игре поднял или игра за счет тебя поднялась просто не может быть одинаково за счет всех все-таки она поднялась а ты за счет кого а ты за счет кого поднялся за счет своей харизмы ну и за счет а и мать в технаризму доходе за счет ну за счет видосов с тренировками каких видосов с тренировками про притворяется новичком от канал ютуберу я твои видосы которые смотрел это примерно 150 роликов с открытием рулеток за счет этого ты поднялся по ходу видимо не нравится рулетки ты мне просто не можешь объяснить твою вот логику свою правду грубо говоря ты не можешь не доказать что это не скам ты просто понимаешь аксель и начали доебываться сначала то что давай хорошо извини пожалуйста теперь это очень душно я тебе сейчас просто обрисую ситуацию как есть они говорят сайте с рулетками забирать у нас доход это раз потом они так это правда по факту это правда я тебе рассказываю то что они доебываются сначала до этого затем они доебываются до того то что сайте с рулетками сайт с рулетками за счет того что типа у игры если реклама этой хуни то минус рэп у игры дальше они доебываются до того как ты не понимаешь что они правы по факту правы по факту так 23 года игра существовала как только они начали делать большая я тебе объясню почему открываем сайты с рулякой что так это правильно представь ситуацию ты владелец бизнеса у тебя есть прибыль в 100 миллионов рублей вдруг внезапно приходит какой-то хуй со своим сайтом и отбирает у тебя подожди убирает хорошо да допустим допустим не внезапно допустим не внезапно допустим не внезапно окей приходит просто тип и регулярность на систематической основе воруют у тебя из прибыли 50 процентов если не больше 50 лямов допустим половину на тебя ворует за счет этих сайтов то ты будешь делать подаришь ему твои деньги тобой заработанные или ты пресечешь эту деятельность в начале в начале того когда эти какая разница какая разница когда они это начали делать если большая алёс мысли с хуя ли он через три года решил переобуться в смысле он же изначально и а вот и просто надоело терять деньги они решили это прекратить они увидели что ютуберы в краях у ели снимают каждый ролик с рулеткой огромное количество просмотров на этом набирать переманивают миллионы маленьких школьников на эти сайты и воруют прибыль у своих у игры их в чем проблема ты мне скинул подожди я могу дать и читать смотри ответственность сторон в случае нарушения условия конфиденциальности это раскрытие какие-то конфиденциальных данных слить переписку адресу так далее сторона нарушитель выплачивает по страдавшей стороне штраф в размере 5000 долларов во первых во первых я не вижу давай во первых я не вижу здесь суммы 50 тысяч долларов о которых ты затирал на своем видео 50 тысяч долларов и которые я сказал от пяти до пятидесяти тысяч долларов я конкретно в твоем профи который ты мне скинул не вижу цифры 50 тысяч долларов аллахи аллах и здесь просто 5 что об этом думает вели это просто треш это просто короче смотри чем не скинув ты видишь дачу скинув пруфах он в ролике ну про 50 тысяч долларов здесь этого нет и тут просто по факту то что тут плохого то не нарушай конфиденциальности не будешь выплачивать 5000 долларов что будем это заканчивать я не знаю придет смотреть но он ни на один вопрос не отвечает я ему заду нормальный конкретно вопросом перескакивает а вот в стиле а вот у кс вот так а вот тут вот так а вот тут вот так а увели вот так а вот вели а вот вели а вот вели блять ты за себя не можешь что ли ответить я хочу жить бля я хочу зайди к тик так ухать он не был мне предлагает зайти точно такому же стримеру у которого 4 миллиона подписчиков у которого также контракт кейсами у которого подкручена удача а мне горит зайди посмотри блять дурак что я могу сказать только одно на все это что плохого в том что ты мне сейчас кинул 5000 долларов и что ну то что я получаю голду замена нереальные деньги то есть я получаю голду и и получаешь ты получаешь голду который у тебя охуительным способом монетизируется помимо голды ты получаешь количество голды которые они дают они уходят у меня за один ролик это твоя блять проблема они проблема студии это не проблема моя эта проблема разбаланная аудитории смысле но в плане с каждым разом надо снимать контент дороже и дороже блять типа если потрачу в ролике 1150 голды это дожди подожди я не понял если дороже но в плане то что тебе надо тратиться на ролик больше чтобы завлечь у тебя заставка это ж твой выбор правильно так блять я нет смысле мой выбор я блять хочу себе повышать просмотры я могу сегодня пойти купить себе блять жигуль нахуй а завтра пойти купить я не понимаю твои логики извини блять я не понимаю логики твои ты говоришь надо снимать дороже это твоя проблема лёд твоя проблема то что не можешь понять что как надо снимать ролики на ю тубе для аудитории это стоит твои ролики хорошо сколько стоит твой ролик я вот сегодня у меня ролик вышел у меня на него ушло 40 тысяч рублей по блять 40 тысяч рублей у тебя на ролик ну я понимаю что за всю жизнь столько не потратил ну хорошо хорошо да ты же знаешь сколько потратил твой ролик ведь стоит 40 тысяч рублей за что можно эти просто поворот я сейчас открою турство ролик battle pass standoff на что ушло здесь 40 тысяч рублей извини вот такая вот такая игра в стенд-оффе battle pass стоит 25000 донат голды тебе мешает снимать другой контент там не прокачки я не прокачку там снимал а что деньги то ты потратил тогда на видос где покупал battle pass ну снимал battle pass 40 тысяч рублей стоит 26 тысяч рублей плюс battle pass в игре battle pass в мобильной игре 20 тысяч рублей стоит купить его полностью 26000 рублей да а чё ты удивляешь что даже подожди 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 по моему нет а как нахуя мне лично покупать я покупаю пропуск трачу на него в 800 там 400 800 рублей не помню сколько он стоит прохожу его нахуя мне потратить на него 20 тысяч рублей когда я могу за неделю пройти молодец но я это снимаю видео именно 25 тысяч рублей можно пить 20 я понимаю все но это стендов понимаешь насколько тут дорогой контент блять у тебя дорогой к это твоя проблема я такой контент блять я свой день по барабану как у всех мы с тобой разговариваем в данный момент это проблема твоя что у тебя ролик столько стоит что ты блять ебанулся и пошел на 25 тысяч мобильный грех не мне похуй то что столько потратил ты спросил сколько вот эти ответил хорошо 25 где еще пятнашка сказал что 40 тысяч швана просто искренне интересно как такое такая блять это просто пиздец это хуйня какая-то как она стоит 40 тысяч рублей я до сих пор я до сих пор не могу понять почему это вина разработчиков они твоя ты решаешь этот контент снимать почему его не поменять чтобы он стоил 0 рублей я знаю людей которые ни копейки не тратят ты сидишь на стриме у типа у которого ролики блять собирать миллионы просмотров он тратит единственное свое время на них блять кто тут у кого-то на стриме щас сидишь блять кто конь в пальто блять его ролики видел у меня копейки не тратил на него даже 5000 рублей на то что мне друге сделали уже есть друг который тратит тоже мало ты келли еще знаешь норм нет мы просто интересно нифигасики с кем дружат блять пиздец или хороший а почему почему чел с ником тупизм пишет что с монетизации могу оплатить эти затраты ты знаешь только с монеткой спадает вообще подожди подожди там и опять от темы уходим ты на вопросы не отвечаешь почему вина разработчиков в этом почему вина разработчика в том что ты вынужден тратить эти деньги на контент и ты почему ты от разработчиков требуешь чтобы они окупали твой я хочу снимать такой контент а разрабы мне пытаться запретить зарабатывать они не пытаются запретить тебе снимать они пытаются запретить тебе рекламировать скам их аудитории и отбирать у них посредством рекламы рекламировать кейсы то у меня не будет контент такой же как сейчас он будет падать потому что как это твоя проблема блять они разработчики а факту ты обслуживающий персонал компании персонал который абсолютно легко заменяемый обслуживающий персонал компании это люсик который подписал а велик то велик тоже обслуживающий а ты нет а ты не обслуживающий а кто ты тогда в этой иерархии я снимаю ролики для своих любимых и в этой иерархии если они обслуживающий персонал кто ты ютубер который снимать контент для своих подписчиков я так понимаю чем эти игра не платит подожди так а почему она должна то тебе платить обслуживающий персонал для сайтов с кейсами может сказать я не знаю потому что они мне платят есть ты считаешь то что тебе и ты обслуживающий персонал тогда ну типа я обслуживаю а не болта ты максимально сильно гиперболизирует эту проблему ты говоришь что разработчики запрещают тебе снимать контент но по факту тебе разработчики дают все условия для того чтобы ты снимал этот контент ну я мне надо выложить ролик с рекламой который оплачен я пишу по поводу в типа а почему вы резко начали и не так написал ты сказал слышите хуевых охуели мне запрещать помимо меня помимо меня другие ютуберы общались я на тот момент проснулся и мне эту информацию передать постоянно на других ютуберов переключаешься из тебя в беседе я это узнал из беседы блять и можно слушать я пишу человеку почему вы чё за херня почему вы запрещаете рекламировать сайты типа раньше такого не было на тебя объяснили тут появился стендов файл и вот такая ну типа блять ну нельзя мы кинем страйк давай я тебе объясню надо было выложить ролик он такая ну тогда жди страйк я такой блять почему во первых во первых у комьюнити менеджер угодно говорить про них они относятся каждому ютуберу как будто бы это этот их канал их творческая деятельность это их блять оно типа принадлежит им блять а не мне услышь меня пожалуйста это по двадцать пятому кругу я уже понял я понял их на бро но блять они же не сидят за меня не снимают этот ролик не таких это что лет они хотят чтобы их игра была популярна им нужны ютуберы блять которые будут я тебе честно скажу я тебе честно не проблема пригреть парочку ютуберов таких как вели а тебя послать нахуй и они только вели игра вывезет я сказал про ютуберов по типу вели то есть много кто брал сарсеры какая разница кто я тебе просто говорю что разработчики не потеряют от того что ты уйдешь из их игры это ты потеряешь потому что ты зависим от игры ты зарабатываешь бабки на этой игре ты утаешь деньги с аудитории этой игры ты искали миш аудиторию этой игры если бы запретили сайт с кейсами блять ютуберы бассивались этой игры все но тебе это сказал ты чё за ютуберов думаешь я тебе гарантирую я тебе гарантирую я тебе гарантирую я тебе смотри они разрешили ну в плане пока что рекламировать ну пока они не закроют эти сайты грубо говоря ну то есть они такие типа рекламируйте но типа мы будем с этими сайтами разбираться я тебе гарантирую рулеток типа что и как они дальше будут делать блин бро по-моему ты пуху на себя много накидываешь я тебе гарантирую что ютуберы когда тебя забанят им будет так похуй на тебе потому что каждый думает о своем кошельке и на твоем примере ютуберы просто поймут подожди на твоем но это подожди еще не вечер как говорится ютуберы просто поймут что не нужно быть дураком как нави тренера и не орать на тех кто тебя кормит ты зависим от игры они наоборот без тебя игра не вымрет позицию то что типа если бы ты не снимал эту игру то ты бы не не имел то что у тебя есть сейчас это факт ну это факт со временем начинают все втушить они они не душат тебя а я тебе объясняю еще раз послушай меня внимательно тебя никто не душит разработчики теряют огромнейшие деньги свои деньги которые они зарабатывают посредством своих смысле бить их проблемы это проблема людей какая-то проблема людей почему мне сука разработчик пишет я дам тебе страйк за рекламу кейсов правильно делать потому что первыми а также неправильно делается и распространяется рабочих фри фаера и говорит чувак если ты сейчас про рекламируют какую-то хуйню и он будет он не будет прав он будет прав это твой контент блять ты потратил время на то чтобы снять ролик и тебе чел говорит не нихуя если выложишь рекламу и эти страйк услышь меня услышь меня ну да не досказать он не дает к сайту с кейсами блять и не говорит блять чуваки мы вас несём нахуй или не судится с ними пускай закроют чтобы не было я тебе скажу как есть твои сайты с кейсами находятся в лондоне во-первых студия разработчик аксельбольд находится в казани это во-вторых сейчас связи с ситуацией еще есть офшор на кипре и что основной офис аксельбольд находится в казани в россии россия сейчас связи с событиями сами знаешь какими не может поддерживать спокойно и через кипр и в рот другое дело 5 чувак ты реально ты дай мне договорить твоём мою ты сейчас просто какую-то хуйню несешь я тебе еще раз говорю главный офис находится в россии это первая причина почему они не могут закрыть в данный момент и секунд на эти сайты потому что из-за ситуации так как находится в великобритании сайт своими кейсами они не могут его закрыть во-вторых они делают правильно подпресекая твоими же словами говорю это их проблема проблема эту проблему решают посредством того что запрещают рекламу до посредством того что угрожают ютубером страйками они тебе не угрожают они перед фактом ставят что будет страйк за то что ты рекламируешь что кто отбирает наши деньги и ютубер объяснили то что оставь себя я тебе еще раз говорю себя на место это их проблема и не хочу себе да подожди ты просто давай мы решим вот поставь себя на место студии разработчика аксель боль хорошо хорошо не ставь себя на место хорошо представь что ты они appreciate хорошо 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 не ставь себя на место студии который ты так сильно ненавидишь поставь себя на Маги, который решил открыть шаурмячную Ты открыл, лаваши продаешь Имеешь с этого 100 тысяч рублей Прибыли каждый день И вдруг приходит какой-то пиздюк Какой-то пиздюк приходит Открывает через дорогу лаваши Называет его мага хуесос, у него лаваши хуйня Давайте у меня лучше закупайте Что ты будешь делать? Может просто открыть лавашную Шаурмичную С названием Жека хуесос И к нему будет больше людей приходить Просто потому что у него креативное название И у него шаурма будет дешевле Если у него будет шаурма дешевле, значит будут приходить к нему А к маге шаурмичную не будут приходить Потому что у него стоит шаурма дороже И она может быть невкусной Ты на вопрос не ответил Что ты будешь делать с конкурентом? Который ворует твою прибыль Посредством того, что твою репутацию уничтожает А ваши кейсы уничтожают Мага хуесос? Нет Здесь да, это гиперболизированный Такой тебе пример Но по факту, если мы будем рассуждать с точки зрения кейсов и игры Кейсы воруют прибыль разработчика Потому что люди донатят не в игру А на сторонние сервисы, которые не относятся к игре Деньги проходят мимо Прибыль воруется И они теряют огромные деньги Ну, никто не виноват Потому что они не могут ничего придумать Они придумали Они придумали Забанить людей, которые это популяризируют Ты соучастник того Мне пойти сжечь шаурмичную, которая находится напротив меня Теперь, блядь, или что, блядь? Не, ну ты же сам привел пример шаурмичную Мне пойти, блядь, сжечь ее, нахуй, или что, блядь? О-о-о-о Борьба за... Я ваху Какая страна такой Брекинг-бэт Просто подожди Я сейчас просто... Ты, по-моему, все прекрасно понимаешь Мое мнение, что ты строишься от дурачка Потому что тебя прижали Тебе... Ты знаешь прекрасно, что ты скамщик Что ты получаешь миллионы Ты их недавно... Я не скажу, я зарабатываю деньги на том, что показываю сайты Ну это то, что показываешь сайт искала Который... У твоего сайта оборот, блядь, в миллиарды рублей, алло Ну еще ты, блядь, хочешь столько же зарабатывать? Тебе платят, подожди Тебе платят за рекламу, блядь, за одну интеграцию 500 тысяч рублей Мне не платят столько даже близко Так ты сам об этом говорил, алло Где? Покажи мне В ролике своем ты сказал, что 200 тысяч Это даже не близко к той сумме, которую я имею Даже не близко к той сумме, которую я имею Но ты не забывай про объем рекламы Ее может там... Что в твоем понимании, тогда не близко Ну хорошо Миллион ты имеешь? Миллион ты имеешь? Я тебе не буду говорить свой доход Нет, не имею миллиона шести интеграций Не имею миллиона шести интеграций Вот так сойдет тебе? Ну я думаю, ты врешь Чем больше... Нет, у меня большой объем, поэтому я зарабатываю больше По-моему, ты обманываешь Нет Человек, который вот так вот унылся на такую огромную аудиторию Мне кажется, он зарабатывает очень много Так больше миллиона или меньше? Что больше? Нет, шести интеграции Ты же вроде сказал, что у вас шести интеграции не зарабатывают Я говорил... Ну да, я шести интеграций не получу больше миллиона Потому что ценник за одну интеграцию не стоит, блядь, 200 косарей Хорошо, это не суть, сколько ты зарабатываешь Просто я не понимаю Тебе дали условия? Тебе дали альтернативу? Ты говоришь... Вот просто я сейчас пытаюсь понять Ты говоришь, что ты тратишь 400 тысяч рублей в месяц на производство своих видеороликов Я лучше буду получать деньги больше, блядь, и не снимать ролики для студии И быть у них на поводке, и все Извиняюсь, а на что уходит 400 тысяч для контента? Он уже сказал на пропуск В месяц уходит 200-300 тысяч на контента Это задонатить голды, потом купить батлпасту Но это же должно у тебя окупаться Я не думаю, что ты ради 200 тысяч рублей прибыли тратишь 400 А оно окупается за счет рекламы кейсов Но оно не будет окупаться за счет договора с... Так это твоя проблема, алё Это же твоя проблема Я думаю, что батлпаст стоит 25 тысяч Почему это их проблема, я не понимаю Это твой канал, твой контент, за который ты в ответе Секунду, секунду, а почему батлпаст, если стоит 25 тысяч, на что еще уходит 375? На голду? Так, брат, у меня роликов в месяц сколько выходит? У меня же не один ролик, брат, в месяц У меня в месяц выходит 20 роликов Так Ну, это конвейер А сколько это тратится в месяц в итоге? Там 375 тысяч на голду? 200-300 тысяч рублей Ну, типа, на один ролик Подожди, ну, просто я, знаешь, я честно тебе скажу, я тебе не верю, потому что ты пиздишь сейчас У тебя Мерин стоит за два мульта, у тебя в комнате, блядь, больше 500 тысяч Это е-200, который стоит миллион шестьсот на вторичке Нет, он не стоит Что нет? Я пробивал твои номера, я видел Ну, и? Ты сам свои номера просто выставил, я просто решил посмотреть, сколько это стоит Миллион шестьсот это стоит Так, ну и? Я заработал на них, ну, типа, и что? Я на них заработал на скаме Я купил? Подожди Я хочу снимать контент и улучшать его В плане том, что дорогостоящий контент С каждым разом надо улучшать Я тебе могу показать столько вариантов контента, которые, блядь, ни копейки не будут от тебя требовать Это только твоя проблема, это только твоя проблема, только твоя проблема Только твоя Я тебе могу показать прямо сейчас канал, который собирает цифр гораздо больше, чем у тебя, тратя 0 рублей По стендоффу, по стендоффу Канал Спайки, зайди, канал Рейв У них просмотров в 10 раз больше, чем у тебя ни копейки не тратят на это Я знаю Спайки, но при этом, ну, а кто его знает? Ну, типа, я знаю Спайки, а он пришел в фортуру Тебя знает Ты на себя пуху накидываешь, пиздец тебя знали просто нет я тени говорю то что он умным я говорю про то что там снимается он снимать вот с таким вот детским голосом и мать а у тебя не детский орешь блять пиздец просто на своих роликах снимаешь контент как прокачиваешь маленького десятилетнего школе к 20 21 год пацану прокачивать десятилетнего школьника и орёт в камеру как каким хайпом я просто высказывался по поводу кейсов потому что я вижу что передо мной на ёбщик другая индустрия и кучу тебя должны ебать что что студия аксельбольт решила пресечь своих прямых конкурентов которые отбирают из прибыль почему тебя это должно это не их проблема их проблема это их проблема это проблема тех кто это популяризировал ты причастен к этому ты часть это и по этого механизма которое отбирает чужую прибыль ты часть его и 1 ... выпив в лидischen охрана и соболеется ну смотри почему студия не сделал меня механизмом свои игры чтобы я был потому что ты ведёшь себя как абреган который не ставит него что а другие этих разработчиков потому что они уважительно относятся к ним потому что они делают что их просят механизмом кто сделает тот же самый которому так сильно завидуешь он не прогибается под таких как ты не прогибается прогнулся под студию потому что ему выгодно и он пытает гораздо больше денег и что что это не твой сайты причастен к его деятельности и рекламируешь его теперь ты мне говоришь что сайт не твой значит он блять не низком ну блять ну я же не получаю деньги с того то что донатят я получил ты просто пиздество на самом деле кончено вот извини ты такой кончено я сейчас слушаю тебя ты просто такой кончик человек который наебывает для 10 летних детей и прикрывается мамой прикрывается инвалидами а что с инвалидами не так не понял что не так ты додумался блять фотку инвалида попросить чтобы надавить на жалость у разрабов блять нет у него это нормально по твоему я попросил у него фотку чтобы переслать админом это нормально потому что не хочет этим делиться машину комплексы ему 10 пять лет видео снимался светкой в смысле ну хорошо нормально ты приводишь аргумент к аргументу и типа понимаешь что твой аргумент хуйня аргумент как раз таки для здравомыслящих людей нормально это ненормальная ситуация на полтора миллиона просмотров выкладываешь даже не замазанные блять где у ребенка пол кисти нету это ненормально извини меня конечно это ненормально здорово видео и он не был против этого смысле но значит и блять человек который на инвалидах вывозит у тебя вообще комплексов нихуя ты скамеешь детей снимаешь инвалидов один из примеров а еще у меня есть пример как ты бля она не буду шутить про и ладно обидишься еще вы просто ты но ты нытик просто ты человек который завидует всем подряд ты нытик реально ты думаешь что все типа все должны ты для этого ничего не хочешь делать самый легкий способ заработать просто скамить это не зависть это не зависть это разные отношения каждому из блогеров от студии потому что подождите я тебе объясню почему к тебе плохо относится секунду обзываться еще можно долго но давайте все-таки как-то уже предметно выруливает разговор да давайте какие еще вопросы остались у друг друга но убеди меня вновь на и вопросы никто не ответит судя по всему потому что человек просто неправильно это я как со стеной общаюсь ты задаешь вопросы только профессии они тебя волнуют если хочешь мне не нужно просмотров 3 там 5 и течу можешь попросить у них рекламу может ты бы отрекламировал спокойно сайты с кейсами я ну все понимаю спасибо тебе большое я тебе тоже спасибо на и тренер большой ролик на канале про пьер меня по-братски так мало просмотров канал отец евген про пьер разоблачение этом те такси у красиво купи пост купи пост нет на и тренер давай мага мы все-таки я подведу свой итог то что по поводу нашего разговора что я понял сегодня что поняли другие люди стенд офер это сейчас сюда зашел блогеры большие что мы понялись и вместе большие раз уж ты говоришь просто мага прога просто что я понял ты скамщик который не хочет отвечать свой просто ранщик почему я скамщик если рекламирую сайт с кейсами что ты нахуй несешь нет есть смотри в стенд офф есть реклама продажи голды вот это скам нахуй а реклама с сайтами скейсами нет я не рекламирую казино казино рекламирую длю сек можешь открыть его канал и посмотреть он рекламирую казино неделю назад я не рекламирую казино я рекламирую сайт с кейсами что-то вывести а можно кинуть еще и вывести 100 рублей это же не скам да как же можно в игре закинуть подожди но не подожди но это же не скам да если я сейчас закину тысячи рублей выведу 100 это же нормальная тема да ну конечно а заебись ладно разговор думаю на это можно закончить